Российский посол в Таджикистане заявил, что негативный фон вокруг мигрантов создают внешние силы. По его словам, таджиков настраивают против русских, а русских против таджиков. В Бишкеке, Астане, час дня. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. Негативный фон вокруг таджикистанских трудовых мигрантов создают внешние силы. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол России в Душанбе Семен Григорьев, комментируя вопрос о работе представительства миграционного центра Москвы в Таджикистане. Что касается информационного фона вокруг трудовых мигрантов в России, то его негативная составляющая во многом привносится внешними силами. Как сказал один авторитетный депутат Госдумы, таджиков настраивают против русских, а русских против таджиков. Об этом нельзя забывать тем, кто хочет внести свои пять копеек в обсуждение этой сверхделикатной темы. Российский дипломат также рассказал, что в Таджикистане одними из первых в мире поддержали выдвижение Владимира Путина на пост президента. Так, по его словам, еще задолго до начала предвыборной кампании в посольство якобы начали приходить обращения в поддержку Путина. И в решении участвовать в выборах приветствуют и в Координационном совете объединений российских соотечественников Таджикистана, рассказал Григорьев. По его словам, Путин знает о добром отношении к России и к нему лично в этой стране. В Таджикистане вот уже семь лет подряд работают российские педагоги, отметил посол. В этом году в страну приехали 72 специалиста. Еще порядка 200 учителей прибыли в пять российско-таджикских школ, открытых в прошлом году. Кроме того, власти России собираются строить в Душанбе новое здание русского драмтеатра и центра для одаренных детей. Мэр города Рустам Иммали уже выделил для этих объектов участки в центре города, сообщил Григорьев. После массовой потасовки с полицейскими на рынке садовод из России выдворят 22 мигранта. Об этом сообщают при службе московских судов. Рабочих направили в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще 51 участника конфликта приговорили к административному аресту за неповиновение требованиям сотрудникам полиции и хулиганства. Как сообщают российские власти, всего в потасовке участвовали 82 человека. Почти всех их доставили в органы внутренних дел для допроса. По данным Следственного комитета, после инцидента силовики возбудили уголовные дела о хулиганстве, применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Глава ведомства Александр Бастрыгин поручил своему представителю по Москве предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел, установить личности всех причастных к конфликту и привлечь их к ответственности. Жители Москвы начали самостоятельно расчищать дворы от снега. Об этом сообщает ряд российских телеграм-каналов. Москвичи взяли в руки лопаты и заявляют, что ждут специальной техники от муниципалитета. Вот такие кадры прислали в нашу редакцию зрители. На этих выходных в Москве выпало рекордное количество снега, сильнейший за 63 года снегопад. При этом жители города жалуются, что местные коммунальщики не справляются с уборкой. Ранее зампредкомитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева заявляла, что российская столица и ее окрестности уже столкнулись с катастрофической нехваткой дворников. Тогда говорилось, что дефицит работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства этой зимой может достигать не менее 50%. Следующие кадры нам также прислали зрители. Жительницы Москвы жалуются, что из-за отсутствия дворников во дворах домов невозможно передвигаться. Дороги, неудобно ходить, скользко. Не хотят мигрантов, а сами не чистят их, кто будет подрезать. Как можно идти по такой дороге? Евросоюз призвал Душанбе немедленно и безоговорочно освободить заключенных журналистов и активистов. Об этом представители ЕС заявили в ходе 14-го раунда ежегодного диалога по правам человека в Душанбе. В Европейском Союзе выразили обеспокоенность по поводу ограничений на свободу политического участия и свободу выражения мнений. Особенно это касается все более ограниченного пространства для гражданского общества и независимых медиа, говорится на сайте объединения. Кроме того, в ЕС заявили о недостаточности расследований нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов во время событий в Горно-Бадахшанской автономной области. Там также подтвердили настоятельную необходимость взаимодействия с местным населением и гражданским обществом в целях укрепления доверия. ЕС поднял ряд отдельных вызывающих обеспокоенность случаев и призвал правительство Таджикистана немедленно и безоговорочно освободить правозащитников, журналистов и активистов, которые остаются в заключении, подчеркнув их важную роль в качестве жизненно важных столпов любой демократии. ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу случаев жестокого обращения и пыток в центрах содержания подстражей в стране и призвал Таджикистан продолжать усилия по реформированию пенитенциарной системы. А я напомню наши телеграмм и ватсап номера, на которые вы можете написать. Если вы эмигрант и вам есть что рассказать нам, или вы живете в одной из стран Центральной Азии и уверены, что зрители должны узнать вашу историю, свяжитесь с нами. Отправляйте нам видео, фотографии, описания к ним, адреса наших аккаунтов на экране, мы ждем ваших сообщений. В Ташкенте прошли массовые облавы в ночных клубах, силовики задержали около ста охранников развлекательных заведений. Об этом нам рассказали наши зрители. Узбекистанцы прислали видео из автозаков, в которых сидят десятки человек. Нас съел, забрали, все пацаны здесь. Нас, короче, забрали, присунули вчера. Будьте аккуратны, берегите себя, мужики. Братишка, смотри, нас всех забирают. Как и рассказали авторы видео, задержанных везут в Центр временного содержания, известный в народе как панельный. По словам узбекистанца, который написал нам, для проведения экстренных заседаний судей даже вызвали на работу. Некоторым сотрудникам дали от 5 до 15 суток ареста по статье 195 административного кодекса. Неподчинение сотрудникам внутренних органов. Остальных, продержав в отделении несколько часов, отпустили. Мы сейчас собираемся возвращаться в Махалю. Будьте осторожны. Ну, они там, короче, выписали нам бумагу о неподчинении. Хотя мы ничего не делали. А потом нас забирали. А это вообще клиент. Его тоже забрали. Официальные источники о рейдах в ночных клубах ничего не сообщают. Власти страны ранее объявили войну криминальному миру. В ходе массовых рейдов силовики задержали ряд членов УПГ. В том числе известного бизнесмена Салима Абдувалиева. Садыр Джапаров объяснил, почему второй год подряд не проводит итоговую пресс-конференцию. По его словам, многие из журналистов склонны к интригующим вопросам. И на их разбор якобы уходит много времени. Об этом он сообщил в интервью госагентству Кабар. По словам президента, журналисты во время пресс-конференции практически не озвучивают вопросы о будущем государства, в отличие от делегатов народного Крултая, который недавно прошел в Бишкеке. Джапаров считает, что общенациональное собрание намного обширнее, чем встреча с прессой. На нем он якобы достаточно подробно высказался по разным вопросам. И журналисты, как считает президент, могут брать информацию из его выступления на Крултая. Пресс-конференции, в отличие от таких собраний, проходят за разбором неподтвержденных данных, утверждает Джапаров. Да, я тоже, как прежний руководитель, вначале пробовал проводить пресс-конференции, собрав журналистов, где мы часами разбирали неподтвержденную информацию и впустую тратили время. Это все есть в архивах, можно поднять и посмотреть. В основном там звучат вопросы примерно, насчет этого сказали так, насчет того говорят такое, что вы думаете об этом. Чтобы не отнимать времени у журналистов, мы стараемся своевременно давать комментарии на резонансные события и вопросы, интересующие общество. Так мы рационально относимся к моему времени и к работе СМИ. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в нашей вечерней программе с Шавкатом Тругаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так как смогут увидеть гораздо больше людей. Всего доброго. До свидания.